Дамы и господа, угунья. Опять шелкала угунья. Нет, больше я не в силах. Зоя! Зоя! Да, вместе. Принесите, пожалуйста, чемодан. Какой? Большой или маленький? Большой. Думаю, что больше уложите все мои вещи, белье обойдите, поняли? Я пришлю по себе, наступайте же. Нет, но прежде чем уйти, я узнаю, что правда угунья. Вильям! Дорогой мой, Вильям! И все сегодня, Вильям! Боже мой! Дамы и господа, он ушел. Да где же он? Он только что вышел. О, Зоя, он сказал, куда пошел? Нет, Мисс, но так хлопнул дверью, что штука жутка с потолка обвалилась. Очень сердит и приказал приготовить чемодан. Я самая несчастная женщина во всем Чикаго. Ох, Мисс, если бы вы только знали. У вас тоже какое-то несчастье, Зоя? Нет, Мисс, но когда я вижу слезы, мне самой так хочется плакать. Боже мой! А вы отправили мое письмо мистеру Скотту? Да, Мисс, но его не было дома. Но ему передадут, как только он вернется. Спасибо вам большое. Я больше не нужна вам, Мисс. Можете идти. Тогда я его пойду поплачу сюда на руку. Он назвал меня Лкуньей. Меня. Сказал мне это прямо в лицо. Какой ужас! Мисс. 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 Мисс что же все-таки произошло возвращаюсь и нахожу записку от тебя приходи немедленно на необходимо с собой поговорить что произошло что произошло ужасное самое ужасное что могло произойти поссорились он ушел хлопнув дверью он никогда еще не мог у дверью обыкновенная семейная ссора подумайте друг на друга потом помиритесь зачем же ну а почему же теперь не рассказать и правду объясним что вчера мы с тобой случайно встретились возле ресторана со мной а я всегда завтра в этом ресторане пригласил тебя мы с собой друзья и твой муж не увидит в этом ничего предусудительного джимми но ты знаешь его сколько лет и до сих пор не можешь понять что Вильям теперь не поверит даже если я расскажу ему все и правду во всяком случае мне эта история не доставляет никакой радости я считаю себя другом и твоим и Вильямс и не хочу быть замешанным в ваши семейные ссоры ну знаешь джимми другого выхода у нас теперь нет нужно лгать дальше ты кстати жене своей мэджи ничего не говорил ну вроде нет так она ничего не знает отлично что отлично почему отлично что ты хочешь этим сказать я еще не знаю что я хочу сказать и что я буду делать но я знаю точно что мэджи ничего не должна знать я никогда не лгал своей жене и не собираюсь начинать джимми в этот раз пройдешь в силу исключения тем более мне так нужна твоя поддержка если эта поддержка состоит в том что я должен солгать мэджи мэджи это нет благодарю покорно нет 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 я и лгать то не умею когда я начинаю лгать то я сразу волнуюсь и все видят правду на моем лице это мне даже дела отношают ну хорошо джимми хорошо иди и расскажи все своей жене я так и сделаю я так и сделаю китик что вы не дели ну китик ну дорогая успокойся ведь все это ну такая ерунда такое невинное происшествие поблагодарить с Вильямом расскажи мне всю правду пока не поздно вот и все джимми мне кажется я ни за что не дождусь твоей поддержки а ты еще называешься другом моего детства ну-ка ооо джимми джимми я такая несчастная хахаха хахаха надо еще спрашивать все жути джимми скорб ты здесь а я шел мимо но решил зайти узнать как вы тут в р в в в а и а а а и она тебя все рассказала да я так расстроился что между вами опять недоразумение то есть ты называешь это недоразумение Если она не имеет совести и здравого смысла, что завтрак в ресторан, где нас не знает, как золотень, издавтракать на егене с каким-то болваном. Ну почему? Обязательно с болваном. Может быть, он даже и не болван. А не все ли равно? И потом Кейтсик говорит, что она не была ни в каком расторане. Она лишь зашла в кондитерскую, съела нам пирожек. И мороженку и творожек. А Метру Тотель узнал, он уколонился. И она ему ответила, девков, как низко нужно уронить свою достоинство. Чтобы завтракать на виду у всех и скрывать это от своего мужа, от своего мужа. Пожалуй, да, старина, но все-таки подожди. Мне почему-то кажется, что все это невинная история, которая в скором времени разрешится. Поговори с Кейтсик лаз, покажи ей свое доверие. Я уверен, что она расскажет тебе всю правду про волк. Разве она знает, что такое правда? Ей покажи эту правду в телескоп, а то она не увидит ее. Как низко нужно уронить свое достоинство. Каждый раз, когда я спрашиваю, который час, она врет либо на 10 минут вперед, либо на 10 минут назад. Надоело жить в атмосфере, постоянно лжи. А все потому, что у нас нет ребенка. Ну, Джимми, ребенок, вы все изменили. Ну, в чем же дело? Кейтсик не хочет. Это можете видеть телеспорта, если бы он. Отобьет на летнее время, откуда я делаю? Да говоря попросту, она не любит детей. Между нами, говоря, я тоже терпеть их не могу, этих постоянно левущих и капризничающих сорванцов. Ну, а что же ты будешь делать с этим ослом или болваном, когда узнаешь его имя? Стари же, как собака. И попадешь на каторгу? А может быть суд оправдает меня, когда я пишу свои страдания. Пока на Диме здесь не будет. Ну, и когда же ты вернешься? Когда я его найду. Кого? Того, кто завтракал с Кэти. Я должен его найти, чтобы лечить Кэти во лжи. Так, обращусь к метродотелю ресторана. К метродотелю? Ну, а что если метродотелю ресторана его не узнает? Я обращусь к частному стечку и страчу на это последний день. Значит, эта история еще не закончена? Наоборот, она только начинается. Ну, хорошо. А к какому же частному сыщику ты хочешь обратиться? К тому суммару. На пятом, Амин. Так это же самый дорогой частный сыщик во всем Чикаго. Он берет огромные деньги. Так ты посмотри, он работает хорошо. Сейчас совсем разорюсь на этом деле. Мэджик. 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 Да, это я. Здравствуй, Вилли. Здравствуйте, Мэджик. Ты? Ну, что ты здесь делаешь? Я решил перед работой зайти к Гаррисовым узнать, как они поживают. Очень мило с твоей стороны. Но это потом. Вилли, ну-ка. Да. Почему Кретя не пришла позавтракать со мной? Почему она не пришла? Да. Почему? Да, почему? Она, оказывается, тоже завтракнует с тобой. Ну, что вы говорите, с кем? С кем, с кем. Спросите вам у своего мужа. А мне, извините, некогда, я пойду кладывать бумаги в чемодан. Джинни. Да-да. Что происходит? Да, обыкновенная семейная ссор с женой. Из-за тебя? Из-за меня. Почему из-за меня? Из-за чего ты взяла? Ну, как? Как можно из-за меня поссориться? Ну, даже не знаю, но ты знаешь, мне вдруг закрались такие глупые мысли, что, например, Кретя завтракала с тобой. Ты с собой, да? Вот смешно, ужасно, смешно. Но скажу тебе, что с сегодняшнего дня я решил завтракать только долго. Правда! Да, да, ресторальная кухня так портит желудок. И потом эти завтраки обходятся так дорого. После последнего завтрака в ресторане у меня остались, ну, очень нехорошие ощущения. Ой, бедненький. Ой, ну ничего, я тебя живо поправлю. Да? Вот сейчас пойду домой и приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое-вкусненькое. Прекрасная идея. Да. Иди домой. Ну, хорошо, а что бы ты хотел на завтрак? Иди домой. Ну, а что бы ты хотел на завтрак? Что-нибудь легкое, низкокалорийное. Дамы и господа, все, все, все кончено. Рупай. Виня, ты, пожалуйста, слышал его голос. Виня, ты где, Виня? Боже мой! Дамы и господа! Кажется, он уехал. Дамы и господа, все, 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 все. Это его жена. Это его жена. Да-да. Пожалуйста, когда он вернется, передайте ему, что... Что-что? Сказал, что уехал. А во сколько? В день за тридцать. Как же? Хорошо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. Боже мой. Боже мой. Митя, ты пришла? Это я пришла? Ах, Меджи. Куа, куа, куа. Ух, Меджи. Если бы ты только знала. Все знаю. Джимми мне все рассказал. Прямо таки все. Да, все, что ты поссорилась с мужем. Но чем же ты его обидела? Ничем, Меджи. Абсолютно ничем. Он просто взял и ушел. Да, но почему ушел? Сказал, что я оскорбила его душу. Ты оскорбила его душу? Да. Но чем? Тем, что позавтракала со знакомым в ресторане. Ой, как ты неосторожно поступила, Кэти. Да, ты права, очень легкомысленно. Но знаешь, того, что уже сделала, к сожалению, не воротишь. Но подожди, подожди. А если бы ты обратилась, допустим... Меджи. В... Подожди, подожди. Нет, стой, подожди. Так, стоп. Перед тобой стоит задача вернуть мужа. Ну да, но понимаешь, это невозможно. Вильям сказал, что вернется только в том случае, если у нас будет ребенок. А-а-а, как понятно. Подожди, но... У нас нет детей, Меджи. Тебе, тебе, если... Если ты, допустим, усыновишь ребенка, приемаешь... Ну да. Я на все, что угодно согласна, лишь повернуть Вильяма. Но он хочет своего. Ха-ха. Ну так кто же тебе говорит, что нужно говорить все сразу? Что ты имеешь в виду? А-а-а, садись, слушай меня и не перебивай. Три года назад на курорте я познакомилась с одной дамкой. Муж ее моря, дальнего плавания, страстно желал иметь ребеночка. Для него это была идея фикса, он даже чуть было не помешался, все боялись за его разум. Вот, однажды, когда он уехал опять, его жена, знаешь, что сделала? Мама обратилась в детский прием, взяла оттуда ребеночка, усыновила его, а когда муж приехал, сказала, что ребенок родился в его отсутствие. Я поняла, и он ни о чем не догадался. Жена сказала, что ребенок его, и он его очень хорошо принял, а еще она сказала, что он родился в его отсутствие. Мэджи, ну ты прямо-таки меня спасла, а сейчас же бегу в прием, давайте не получим. Сейчас же, да? Ну так ты с ума сошла? Да почему же? Ну, потому что нужно подождать некоторое время. Какое же время? А-а-а, несколько месяцев. Несколько месяцев. Даже сколько я буду делать, несколько месяцев без времени. Ты будешь готовиться к рождению ребенка, будешь готовить вот такие вот всякие вещи для детей, а время от времени будешь писать Вильяму письма, что по приезду его ждет сюрприз. Мы будем готовить Вильяму преданное. Это так интересно. Ну да, да. Знаешь, Мэджи, что я поняла? Что? Что ты умеешь ловкать даже лучше, чем я. Ой, моя дорогая. Но это не ложь, это всего лишь хитрая уловка. Действительно. Я ведь обещала Вильяму, что больше никогда, никогда в жизни не буду ловкать. А значит, хитрую ловку можно. Ну конечно, вот видишь, берись меня в пример. Я за всю свою совместную жизнь с Джимми не солгала ему ни разу. И он мне тоже ни разу. Я вам так завидаю. Без десяти двенадцать. Мне пора. Кстати, Джимми с некоторых пор завтракает только дома. Да что ты говоришь? Да. Говорит то, что ресторанная кухня ему вредна и обходится. Недешево. Действительно. Но он это на самом деле делает все только ради того, чтобы быть со мной. Ну конечно. Ну все, моя дорогая, пока-пока. Я должна лежать все равно и хорошо. Все, Ваня. Я лучше пойду и напишу письмо Миле у Сан-Франциско. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ну никак не могу сыграть эту пьесу Ну ты слишком нервничаешь А разве ты бы не нервничала, если бы 8 месяцев назад от тебя уехал муж И вот-вот он должен вернуться Ну погоди-ка эти еще сутки, еще 24 часа И твой муж будет здесь рядом с тобой И еще 24 часа Но тому, что он возвращается не обязан только тебе, твоей изумительной изобретательностью Ну это было единственное средство, чтобы вернуть его Только 7 дней назад Джимми телеграфировал его Ты отец, мать и ребенок здоровы Ну пусть эта история послужит для тебя уроком Можешь не сомневаться, Мэджик Теперь лишь одна мысль о том, что я могу хоть кому-то солгать Тем более, видимо, приводит меня в ужас Ну, очень рада за тебя Кстати, когда начальница детского приюта обещала прислать ребенка? Завтра утром Ну, вот, кстати, и он Так, Джимми Ты был в конторике, нанимают кормилица А вы только что оттуда кормилица завтра явятся Ну и устал из-за ваших поручений До сих пор еще ничего не обедал А уже 9 часов вечера Ну так подъем на дорогу, где-нибудь в ресторане Что, в ресторане? Нет Извините, ноги моей больше не будет в ресторане Да, пока, чувствую тебя от ресторана и кухни Ну не волнуйся, я позову Зою и скажу приготовить тебе что-нибудь Не надо, не надо Я сама схожу и принесу что-нибудь Я знаю, что он любит Что-нибудь легкое, низкокалорийное Ну да, у нас ты, конечно, поешь не так роскошно в ресторане с собой Пожалуйста, не напоминай мне об этом завтраке Он мне недешево обошелся 4 доллара, Джимми Зато потом был отличный десерт Полтора-ста долларов метра до отеля И двести взял с меня сыщик Триста пятьдесят долларов за две бараньих котлетки По этому расчету весь барашек обойдется мне тысяч в сто Раньше я любил баранину, а теперь при виде его у меня начинается тошнота Ну зато будешь знать, как звать завтрак и таможник женщин Телеграмма, это Филева из Нью-Йорка Откуда? Откуда? Пароход не зашел, Вера Круц Выкатали целые сутки Сегодня вечером буду в твоих объятиях Целую моего дорогого синишку Что? Подожди, он приедет сегодня? Да, да, сегодня вечером он будет уже здесь Но идем, Парейда, тут только завтра Боже мой Я совсем об этом забыла Мэджи Это конец Пароход и Звера Круц приходят через пятнадцать минут Мэджи, все Это действительно все Нет, нет, нет Никогда не стоит приходить в отчаянии И что же ты предлагаешь? Джимми Ау Просадь еду И одевайся Садись в такси И едь в детский приют И принеси какого-нибудь ребенка Я? Ребенка? Да, ребенка Ну ладно Ладно Как буду сказать, от тебя сына Такого подберу И не обрадуешься Ну не важно Ну а ты куда? Ну как? На вокзал, конечно, встречать Видишь? Ты с ума сошла Так, ну тебе нужно лежать Ты только что из родительного двума Скорей же ложись Давай, давай, скорее Так Знаешь, Мэджи Да Ты совсем об этом не подумала Только принц-то уже через несколько минут Ложи Слежи Будет аж здесь Надо со мной Давай, давай, давай Сделай какой-то не ставший вид Вот так Да-да-да Как будто тебе вот так Не расчистайся, а ребенок-то будет только завтра. Эй! Хорошо съесть тебя. Превосходно. Ну, после того, как я получил телеграмму рождения сына, я думал, я никогда не доберусь до дома. Здравствуйте. Как хорошо себя чувствую? Ты еще очень зловато. А мой ребенок? Кэти, Кэти, посмотри, кто приехал. Кто здесь? Вильям. Эй! Дорогая моя любовь, сокровище. Знаешь, Вильям, я так мучилась все это время. Это так понятно. Знаешь что, Вильям, мальчик не отходил от меня на минуту, все время ухаживал за мной. Да. Поверьте, Мэджи, мы вам этого никогда не забыли. Это так понятно, Вильям. Что такое? Звучите. Что? Мне кажется, ребенок пошевелился. Вильям. Так что такое? Что? Так, где он? Кто? Кто-кто? Ребенок, конечно же. Ушел. Ушел? Да. Ушел погулять. Да. С Джимми. В 9 часов вечера? Да. Так посоветовал врач. Сейчас новые врачи, новые методы. А, действительно. А, ну если врачи, методы. Да. Вот поэтому ребенок пошел гулять с Джимми. Да. А почему же ребенок гуляет с Джимми, а не с кормилицей? Ну, так ведь кормилица... Кормилица будет только завтра. Да. Только завтра. Как завтра? Значит, у ребенка еще нет кормилицы. Нет, это есть кормилица. Нет, это есть кормилица. Она была. Она была. Она сошла с ума. У нее пропало молоко. Да, она сошла с ума. И помешалась конкретно. Бедная женщина. Пришлось ее умолить. Хорошо. А в какую сторону он пошел с ним гулять? А, вероятно, туда или туда. Я пойду ему навстречу. Ага. Что такое? Ты что, хочешь меня покинуть? Ну, дорогая, поверь мне, мне так хочется поцеловать своего сына, что я тот час же вернусь. Вильям, ты же и не бритый. А я еще собрался делом на земле, но ты его поранишь. Ну, пожалуй, да. Придется побриться. Зоя! Зоя! Где битва? Сейчас будем. Мэджи, что же будет? Где же Джимми? Его нет уже двадцать минут. Где же он? Джимми. Где этот Джимми? Опа! Опа! Мне не хотели его давать. Какие-то формальности не были выполнены. Мать отказывалась подписать согласие. За ней послали, а я не стал дожидаться. Вот он, живой еще. Герночек здесь, и мы спасены. Да. Я буду любить его скидывать как своего собственного. Ох, Мэджи, положи его в кроватку, пока Вильям не пришел. Ох, как мне хочется есть. Мне кажется, звонят. Звонят? Пришли какие-то девочки от низкотек. А, это, наверное, девочки от начальницы детского приюта. Я пойду узнаю, что он делал. Какой хороший. Я только как дочь взлетела. Как бы я хотела бы позже. Своего родить и я. Все женщины одинаковые. у меня появилась. Дамы и господа. Полная катастрофа. Мать отказывается подписать согласие, Держи своего ненаглядного обратно. Вы не понимаете всего, что случилось. Ну что же. Джимми, сейчас не вернусь? Ах, вот он Джимми. Здравствуй, здравствуй, Джимми. Кроватка. Кроватка у него идет. Смотрите, улетит на меня. Сынишка мой дорогой. Понимаешь, что я у папы? Сынишка мой дорогой. О, тетю. Он действительно похож на меня. Ну просто вылитый ты. Кстати, как его назвали? Кого? Ребенка, конечно же. Джимми. Вол. Джимми Вол. Нет. Ну надо было дать более достойное имя. Ну если Джимми Вол, пускай будет Джимми Вол. Эх. А мне говорили, ты в восторге от него. В восторге, в восторге. Да. Поделку ля, а. Поделку ля, а. Присматривал за его глазом. И даже заменял ему кормилицу. Заменял ему, да. Заменял кормилицу. Спасибо, мой дорогой Джимми. Зоя! Зоя, где битва? Да сейчас будет. Знаете ли вы, что случилось? Ну и что случилось, Джимми? Мать отказывается подписать согласие и требует своего ненаглядного обратно. Да что ты говоришь? Я говорю, что если в течение ближайшего часа мы не вернем ребеночка обратно в приют, то начальница приюта сама явится за эту ситуацию. Это не правда, ты говоришь. Ну это правда, это истинная правда. Ну, тогда мы погибли. Все, что мне осталось, это выплеситься из окна. Друзья, никогда не стоит приходить в отчасти. И что же ты предлагаешь на этот раз? Сейчас я предлагаю, чтобы Джимми встал из-за стола и поехал на такси. Опять? Да, опять, поезжая в детский приют и привезя одну и еще одного ребенка. Вы что же думаете, что детские приюты открыты всю ночь на промерке, как аптеке? Для такого случая найдется. Садись в такси, скучись в дверь, ломись в окно. Ага. В конце до концов найдется какая-нибудь семья, нуждающаяся, например, брачной. И как вы себе это представляете? Я хожу ночью по подъездам, звоню в каждую дверь. Дин-дон! А, простите, пожалуйста, не найдется ли у вас совершенно случайно на прокат ненужного ребеночка? Ахахахаха! Знаешь, Джимми, нам нужно прослушать весь твой пред. Очень смешно. Ты поставил меня в ужасное положение, ты меня из него и ты видишь. Я тебя поставил в ужасное положение. Ну кто же еще это? Ведь ты отправил Вильяму телеграмму. Ну ты же сама меня просила об этом. Ну мало ли о чем я тебя просила. Ты должен был меня отговорить. Так, все, хватит споров. Джимми, езжай. Тебе? Я это тоже припомню. Если ты не поедешь, то моя мама переедет жить к нам. Вот так вот. Что за шум? Наверное, кто-то идет. Кто-то идет? Кажется, кто-то идет. Нет, нет. Вы должны сами видеть. Что это может быть? Что же это может быть, а? А, наверное, кормилица. 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 Которая сошла с ума. С ума сошла. Применец. Ты не помнишь, ты не помнишь. Кормилица, которая сошла с ума. Да, да, да. У нее пропало молоко. И она, конечно, помешалась. Она даже считает себя начальницей детского приема. Ах, она кормилица. Бедная жена. Бедная жена. И хочет собрать моего ребенка. Они так умны, что даже я начинаю их уважать. Пустите же меня. Пустите. Нет. Мы должны сами видеть. Пустите. Мы запрыгнулись здесь. Где ребенок? Отдайте нам его. Сейчас же. Девочки, прошу вас, успокойтесь. Мы все очень вам сочувствуем, но с этого не следует, что в моем доме нужно скандалить. Мы скандалим. Мы от начальницы детского приюта. А вы говорите, что мы скандалим. Знаем, знаем. Знаем, знаем. Вы от начальницы детского приюта. Все мы уже знаем. Так чем же вы виноваты, если мать и ребенка обратно? Обратно. Понимаем, понимаем. Понимаем, понимаем. Ну, и где же ребенок? Ребенок. Вам сейчас свернут вашего ребенка. Ребеночка, да. Вот вы пойдете с этим мистером туда, и там вам вернут вашего ребенка. Так ребенка здесь нет? Да нет. Да нет же, нет. Ну, простите нас, что мы так отвались к вам в дом. Ну, ничего, это так понятно. Вам вернут вашего ребенка, и все закончится хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Идемте, девочки, я провожу вас. С мистером. Идите. Идите. Ох, ну частые девочки. Они так меня напугали, он ничего в сердце не выпрыгнул. Ну, позволь, позволь, эти волны очень опасны для тебя. Действительно очень опасны. Так, вы их же не примут в больницу без записки из полиции. Ну, не примут. Надо ее сбегать за ней. Надо сбегать за ней, действительно. Я побежал. Беги. Полиция, что же будет? Вот до чего доводят твои советы. Ах, да? Выкручивайся из-за этого сама. Джим, это ты? Это я. Или, точнее, то, что осталось от меня и от проклятого веера. Что случилось? Этим веером. Они меня изувечили. Кто? Они. Черт бы их побрал. Девочки от начальницы детского приюта. Ах, ну как? Ах, я довел их до угла и потом думал, а куда я их поведу. И бросился бежать от них, как заяц. Я бежал к прачке. Они за мной. Вот. И догнали. Надо было бежать быстрее. Спасибо за совет. Но что было потом? Они вцепились в меня, я хотел их оттолкнуть. Они обломали мне об голову свои веера и все время рычали, как дикие тигрицы. Ах. Ах. Я смотрю, деваться некуда и стал тоже колодить их кулаками. Они дали мне подножку и мы скатились в лужу. И где же они теперь? Бог даст. Утонули. Джин. Джин. По крайней мере, это бы решило кучу наших проблем. А теперь, когда я думаю, что они снова могут вернуться. Ах. Ах. Меня бы швейцарнику сделал. Невозможный человек. Сюда. Я прошел по черному, черному, черному ходу. Ах. Знаешь что, Гейтс? Мне кажется, мне надо самой пойти к прачке. А мне кажется, тоже так. Теперь твоя очередь побегать. Кажется, ребенок проснулся. И я сама их займусь. В очереди. Ох. Тссс. Наконец-то. Тишина. Хоть. Отдохну немного. Ох. Где этот Никасай? Они. Не захлебнули, значит. Где он? Ищут меня. Убежал от нас. Скрылся где-то здесь. Мисс Галлисон. Где он? Ага. Ну, конечно. Нам только остается прятаться под одеялом. Ага. Но мы его найдем. Мы позвоним в полицию. Ага. Но полиция может и подождать. Может подождать. Возьмем немножечко конфеток. Мы его обязательно найдем. Рядом пошел туда. Или туда. Пойдем туда. Теперь эти сумасшедшие будут гоняться за мной по бедам. Где он? Опять отсюда нельзя. Они могут на одеяло сбросить. Везде его ищем. Там его нет. Тут его нет. И это убежало. Ну что же делать? Что за дом? Что за мрабль? Какой ужас. Просто мы в шоке. В кошелах. Вообще ужас. Хорошо, что я догадался сменить место. Опять кто-то идет. Ты достала ребенка. Да. Ребенка достала и мы спасены. Какая прелесть. А почему у тебя такой недовольный вид? Отнесите меня. А почему у меня может быть недовольный вид? Вечер я провел великолепно. Вот уже несколько часов купаюсь в луже блаженства. Ай, вот он маленький Джимми. Мне так жалко с ним расставаться, но все же придется. Джимми, бери ребенка и отнеси его обратно в детский приют. Покорно вас благодарю. Джимми, ну ты что ли можешь нести его в детский приют? Опять? Как? Опять? Ну, хорошо, давай мне это в сокровище. Страдать так страдать, в приют так в приют. Отнеси его в кроватку, пока Виген не вернулся. Хорошо. А я наконец-то отдохну в тишине. С кем ты разговаривала? С мальчиком, конечно. Она только что нашла у него ребенка. А что же, бедолага Джимми еще не вернулся? Он запропастился где-то. Как бы эти сумасшедшие не удрали от него по дороге. Ох, Вильям, давай не будем у них, у меня от них там грызголова. Хорошо. Кстати, я просил полицейского комиссара поставить полисмена возле нашей двери. И зачем же? Чтобы они не украли ребенка. Пустите меня! Вы не имеете права! У меня есть права, у меня есть права на телефонный звонок! Попался, болван. Полисмена и Джимми, ничего не могу понять. Этот субъект хотел убежать вместе с ребенком. С ребенком? Да это же мой сын! Где вы его взяли? Он хотел украсть этого ребенка. Ты хотел украсть своего сына? Я не думал никого воровать. Он ерунду говорит. Я совершенно спокойно гулял. Нет, вы бежали. Я даже с трудом вас догнал. Просто у меня такая манера гулять. Я гуляю бегая. Какое вам до этого дело? Я совершенно спокойно гулял. Да, ну как очутился ребенок? Да, как очутился. А я взял его с собой, чтобы он подышал свежим воздухом. Опять этот свежий воздух? Ну я же запретил тебе! Он же запретил тебе! Он вильям. Нет, Кэти, подожди. Нам нужно объясниться, Джимми. Я запретил тебе выносить ребенка на улице ночью. А ты лучше тоже не левать, мистер. Понимаете, у меня есть сын. Вот, вот ваш сын. А! Ха-ха! Картина. Вот ты. Но! Но вы... Неужели это все мои? А, да, почему вы? Почему вы не так? А разве Джимми тебе ничего не говорил? Опять я виноват. А что я должен был сказать? Ну ты должен был подготовить его. Да. Ну как? Подготовить меня? Ну да. Поэтому Джимми пошел гулять. Да, да. А-а-а! Понял. Двое? Да! У меня двое! Да! Ах вы, синишки мои, дорогие! У-тью-тью-тью-тью! Синишки мои! Кэти, ты мне доставила такую радость! Конечно! Конечно! Ох, спасибо тебе, Кэти! И тебе, дорогая Мэджик! И тебе, мой любимый Джимми! Ах, виноват, мистер! Никакой обиды нет, мистер! А, теперь ты уже все? Все! Все! По-моему, двоих вполне достаточно! Согласен с вами! Зоя! Проводите этого мистера на путь! И угостите чем-нибудь вкусненьким! Попорно благодарю! Вильяма, не находишь ли ты, что мы очень умно поступили? Что постепенно? Ну, да, 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 для меня постепенно! Очень! Да! Замечательно! Ах, вы, синишки мои, дорогие! Жаль расставаться с вами до утра! Однако вам пора спать! Ну, да! Мэджик, поднесите их, пожалуйста! Конечно! Ну, один, один, второй! Жиль! Да! Почему тут такой миг? А-а-а! Это, вероятно, полиск, я тут заорвал, но все хотела! Ах, да-да, это полицейский, он схватился мне в шиво, на руки у них такие цепкие! Я хотел его оттолкнуть, и мы скатились в лужу! Хорошо! Я пошлю тебе костюм на свой счет и возражаю! Кстати, да, какая у вас любая несчастных девочек? Каких девочек? Тех девочек. Ну, да ты опять забыл, тех девочек, которые пришли откормилиться. Ах, да-да, девочки-откормилиться! Ты отвешь их в сумасшедшем доме? Ну, конечно! И там их заняты. Отдели на них смирительные рубашки, они так скандалили! Обшарили весь дом! Ага! Рубашки-то не выдержали! Теперь же мы не уйдем отсюда, пока нам не отдадут ребенка! Прошу вас, успокойтесь! Вам вернут вашего ребенка! Посидите здесь! Я тут сейчас же за ним схожу! Пригляди за ним! Я схожу за полисменом! Давай! Девочки, пожалуйста, не выдавайте меня! Я сказала мужу, что вы откормилиться! Какая кормилиться? Она начальница детского приема! Это ничего не значит! Муж думает, что ребенок его... И что вы сошли с ума! Позвольте! Что вы говорите? Ну, пожалуйста, потерпите до завтра! Позвольте мне отвезти вас в сумасшедший дом! Что он вас оттуда сразу же выпустит? А мой муж, если мы знаем всю правду, пойдет от меня навсегда! Пойдет и никогда не вернемся! Сюда! Идите сюда! А ну все трое сумасшедшие! Вот эти несчастные девочки откормятся! Виноват, мистер! Но я знаю этих особ! Один из детского приюта, мисс Петтингтон, начальница детского приюта! От мисс Петтингтон? Да! И вы не от кормилицы? И не от сумасшедшей! Объясни мне, зачем ты все это выдумала? Петтингтон, ну пожалуйста, послушай меня, я тебе сейчас все объясню! Мисс Петтингтон пришел к прачке муж и просил узнать, позволит ли ему идти с его нам ребенком каждый день? С его нам ребенком? Ну да, с его нам ребенком, которого миссис Дариса одолжила его семьи на время! Так значит, все мои дети взяты на прокат? Вильям, я взяла их только что, чтобы вернуть тебя! Так, проводите... Так отдадут нам ребенка или нет? Проводите, пожалуйста, девочек и прачке моего мужа, мисс Мэджис Кот, и пусть она вернет детей по принадлежностям! Ну наконец-то! Примите нашу благодарность! Да ничего, ничего! Значит, я больше не нужен? К сожалению, да, надобность в вашем присутствии от баллов, детей в этом доме больше нет, охранять некого, вступайте же! До свидания! Так, объясни мне, зачем ты все это выдумала? Вильям, послушай меня, пожалуйста! Когда ты уехал, я была еще легкомысленно, я думала только о развлечениях, но когда ты уехал, я поняла, что все это не важно, и взяла этих детей на прокат, только чтобы вернуть тебя! У вас с обоих я считал своими лучшими друзьями, а вы скрывали ложь! И какую ложь? Ну, Вильям, ну послушай меня, пожалуйста! Я ведь надеялась, что ты полюбишь этих детей, и все, порастишь мне, и все, все, все! Уйди от меня, уйди! Вильям, ну пожалуйста! Я не хочу тебя видеть, не хочу! Вильям! Ну, если ты не хочешь уйти, тогда уйду я! И уйду, чтобы никогда больше не возвращаться! Нет, Вильям, ты не уйдешь! Джимми? Да! Вся эта история началась из-за того проклятого завтрака в ресторане! Ты не можешь простить свою жену, потому что в твоей голове до сих пор сидит мысль о том проклятом незнакомце, которого ты хотел задушить! Джимми, дорогой мой! Ну ты ошибаешься, если полагаешь, что я все время думаю о каком-то ослее болване, с которым она завтракала! Мне просто обидно! Этот болван был я! Ты? Да! Она побоялась, что ты будешь недоволен, и поэтому вместо того, чтобы сказать правду, солгала, и началась вся эта кутерьма! А я впервые в жизни солгал своей мэджи и впоследней! Обещаю тебе! Так дай же мне честное слово, что этот болван был ты! Вильям! Даю тебе честное слово, что этот болван был я! Вильям! Этот болван был он! Ладно! Забудем об этом! Да и вообще я человек-то неревнивый! И ты, пятирка, делай из хороших побуждений! Да, конечно! Да жаль только, что нет у меня моих двоих дорогих сынишек! И у нас будут дети, Вильям! И у нас будут дети! Я бы знал, что у меня есть огромная семья! И тропинка, и лесок, в поле каждый колоссой! Речка, небо голубое, это все мое, родное, это родина моя! Всех люблю на свете я! Музыка! Сюда! Идите все сюда! Музыка! 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 Субтитры сделал DimaTorzok